Техас хочет отделиться от Соединенных Штатов Америки. Снежный коллапс в России. Чего ждать дальше? Эксперт КФУ рассказал о дождевых червях и их воздействии на окружающую среду. Всем привет! В эфире Неверновости, а в студии Максим Мартынов. В заседании экспертного клуба «Волга», на котором обсуждались развитие науки и вовлечения в эту сферу молодых ученых, принял участие заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождения трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Михаил Варфоломеев. Тема встречи, которая проходила в IT-парке имени Башира Ромеева, была выбрана не случайно. В Татарстане 2024 объявлен годом научно-технологического развития. Стоит отметить, что с 2020 года на реализацию мероприятий национального проекта наук и университета в Татарстане привлечено почти 12 миллиардов рублей с учетом финансирования 2024 года. На создание передовых инженерных школ и платформ университетского технологического предпринимательства было привлечено еще около 2 миллиардов 600 миллионов рублей. Последнюю неделю Техас приковал к себе внимание в международной повестке дня. Все дело в накалившейся обстановке, которая возникла в результате конфликта между жителями штата и Белым домом. В чем кроется причина конфликта и что он может за собой повлечь, разбиралась наш корреспондент. С начала 2024 года на границе США и Мексики в районе штата Техас разгорается конфликт. Связан он с недовольством жителей по большей части республиканцев из-за нарастающего потока мигрантов. Дошло до того, что на повестке американской общественности стоит вопрос об отсоединении Техас от государства и превращении его в независимую республику. Главной причиной этого напряжения является возникшее противоречие между одним из регионов Соединенных Штатов, а именно штата Техас, и федеральным правительством. Причиной данного конфликта интересов является то, что в настоящее время правительство Байдена проводит очень лояльную к мигрантам политику, особенно к мигрантам, которые двигаются со стороны Мексики. Так вот, правительство Байдена проводит в отношении таких мигрантов очень-очень лояльную политику и позволяет мигрантам достаточно активно проникать на территорию Соединенных Штатов Америки. А в то время как предыдущий президент Трамп, он этому всячески препятствовал, и общеизвестный факт, что вдоль южной границы Соединенных Штатов шло строительство стены, которая бы препятствовала проникновению мигрантов с соседних территорий. Проблема нелегальной миграции в США стоит давно. Еще в 2021 году так называемая стена на границе с Мексикой стала поводом для обширного резонанса. Сейчас же конфликт, грубо говоря, достиг своего апогея и ситуацию даже называют гражданской войной. Правда, пока что в массах, но как все обстоит на самом деле? Нужно отметить, что в настоящее время Техас – это тот штат, на который приходится основная сила давления миграционных процессов. У штата Техас самая протяженная граница с Мексикой. Ну и, естественно, те мигранты, которые хотят любыми путями попасть на территорию Соединенных Штатов, они, конечно, в первую очередь должны попасть на территорию штата Техас. И с этой стороны у Техаса есть, с одной стороны, проблема того, что он является перевалочным пунктом, но также беспокойство в администрации штата Техас остается и в том, что многие мигранты, они просто, попав на территорию США, уже дальше не стремятся продвигаться, они остаются на территории того штата, куда они первично попали, ну, например, в данном случае штат Техас. Еще в 2021 году губернатор Техаса Грег Эбот объявил о начале операции «Одинокая звезда». Причиной послужило решение американской администрации смягчить миграционное законодательство. Суть самой операции сводилась к тому, что местные правоохранительные органы получили право самостоятельно патрулировать границу, для чего по ее периметру была натянута колючая проволока, демонтажа которой сейчас, собственно, и требует Вашингтон. В то же время нужно понимать, что есть и федеральная законодательность, связанная с социальными процессами, и вот здесь как бы имеет быть юридический казус, все-таки в чьей зоне ответственности относятся вот вопросы миграции. Ну, в настоящее время, еще раз говорю, администрация штата Техас, она опирается на собственную конституцию штата и утверждает, что она имеет право контролировать и управлять вот этими миграционными процессами. На текущий момент сложно дать точный прогноз в происходящем конфликте, но эксперты заявляют, что отсоединение штата и превращение его в республику маловероятно. Конфликты между федеральной администрацией и властями штата, а также рост напряженности в обществе могут стать зародышем для серьезных внутренних противоречий в США, но глобальных переворотов ожидать не стоит. Валерия Карташова, Анастасия Упаева, Универ Новости. Для жителей страны зима всегда была не только веселой чередой праздников, но и особым периодом снежных сугробов, мороза и наледи, которые доставляют неудобства всем вокруг. Справиться с этим недугом невозможно. Снегопады являются неотъемлемой частью зимней поры. А вот выяснить причину вполне реально, учитывая, что в этом году объем снежного покрова превысил все возможные нормы. Снегопады, обрушившиеся на большую часть территории России, вновь обернулись едва ли не стихийным бедствием. Рост числа дорожно-транспортных происшествий, перекрытые трассы, десятибальные автомобильные пробки, опоздание на работу. Это лишь скромный список побочных эффектов, с которыми столкнулись россияне. Однако стоит заметить, что в своей сущности эта зима, исходя из температурных режимов, отличалась лишь на половину градуса от температурной нормы. А это значит, что особенности ее подчеркивают лишь количеством осадков. В частности, это касается минувшего декабря. Действительно, зима достаточно необычная. Хотя пока по температурному фону, например, декабрь, он всего лишь на полградуса отличался от климатической нормы. Хотя если сейчас спросить обывателя, каким был декабрь, он скажет, что кто-то вспомнит суровые морозы начала месяца, кто-то вспомнит оттепели, которые были под конец месяца. Хотя в среднем температура была минус 8,5, при норме в минус 8. Таким образом, аномалия составляла всего полградуса, но месяц был ярким и контрастным. Обильные снежные осадки считаются нормой для России и никак не связаны с глобальным изменением климата. По словам метеоролога, столь снежные зимы в стране уже бывали, если смотреть на погоду в более большом временном отрезке. Такая особенность количества выпавших осадков связана с господством меридиональных процессов в атмосфере. В связи с ним наблюдались выходы южных циклонов, которые принесли за собой осадки. Дело в том, что у нас в атмосфере участились и часто, условно, часто наблюдались меридиональные процессы. Меридиональные процессы — это не процессы с запада на восток, а процессы с севера на юг и с юга на север. Так у нас наблюдались выходы южных циклонов, которые, как правило, несут с собой осадки в большом количестве. Кроме того, у нас наблюдались ультраполярные вторжения, когда воздух с акватории северных морей, с северных широт, холодный, морозный воздух поступал на нашу территорию и продолжительное время формировал погоду нашего региона. Часто пешеходы и автомобилисты берут ситуацию в свои руки, однако кучи снега довольно быстро под своим собственным весом уплотняются и смерзаются, а после превращаются в настоящие глыбы льда. В этом случае убирать их намного сложнее. Очень важно не только вовремя вывозить снег, но и отвозить его в определенные места, а не просто в какой-нибудь овраг или водоем. Это связано с тем, что снежный покров, особенно в городах, содержит в себе множество вредных химических веществ. Снег тает, а после в виде воды идет на орошение полей, попадает в систему водоснабжения и многое другое. Поэтому бесконтрольное таяние снега может привести к печальным последствиям, нарушению экологии и, соответственно, причинению вреда нашему здоровью. К экологичным способам утилизации сугробов можно отнести поступление снега на пустыри, которые не используются и где впоследствии можно провести рекультивацию почвы, а также снегоплавильные пункты. На территории Казани действует 10 временных мест складирования снега. Оттуда его вывозят и затем утилизируют на 7 снегоплавильных пунктах. В районах республики также предусмотрены временные хранилища. 17 января с казанских дорог вывезено более 430 тысяч тонн снега, а за всю зиму почти 950 тысяч тонн. Это больше, чем за весь зимний период прошлого года. Говоря про снег, который в настоящее время вывозится с улиц города, он также подвергается термической обработке, то есть растапливается, очищается и также попадает в водохранилище. Таким образом, конечно, это все суммарно пойдет в водохранилище. Стоит отметить, что это не приведет к какому-то перенасыщению нашего водохранилища, потому что у нас Волга – это каскад водохранилищ, на крупнейшем из которых мы с вами живем, на берегах Куйбышевого водохранилища. Таким образом, конечно, сток зарегулирован и к некоторому избытку это привести не должно. Согласно заявлению экспертов, снега в климатологическом рассмотрении становится больше, а лежит он в разы меньше, чем обычно. Время самой зимы сокращается с каждым годом, а время сохранения снежного покрова на поверхности уменьшается. Это значит, что имеет смысл отбросить все негативные аспекты и просто наслаждаться его наличием. Елизавета Газизянова, Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Универ Новости. Дождевые черви. Эти небольшие, но необычайно полезные создания оказывают огромное влияние на экологическое равновесие и процессы переработки органических веществ. В научных кругах они вызывают интерес. Ведь стало известно, что дождевые черви могут влиять на климат внутри почвы и тем самым облагораживать ее. Подробнее узнаете в сюжете. Что нам известно о дождевых червях, кроме того, что их используют в рыбалке или в удобрении почвы? Для нас их работа остается незамеченной, но их труды имеют большое влияние на почву и климат в целом. Деятельность этих существ способствует улучшению среды обитания. Они образовывают гумус и вентилируют землю, что помогает плодородию. Больше всего черви любят влажную среду, поэтому в таких местах их популяции значительно больше. И после засухи именно они помогают восстановлению почвы. Не так давно эксперты заявили, что черви могут косвенно влиять на изменение климата и улучшение состояния почвы после длительной засухи. Не только среда обитания влияет на живые организмы, а именно в почве живые организмы, когда обитают в ней, они могут преобразовывать ее и изменять химический состав. И вот дождевые черви – такой яркий пример. Они, обитая в почве, питаются они следующим образом. Они заглатывают почву, она проходит через их пищеварительную систему, перевариваются органические вещества, но зато вышедшая через заднее отверстие проходное почва, она обогащается минеральными веществами. И тем самым, кстати, получают у нас биогумус, который продается в цветочных магазинах. Его как раз получают именно из выведенных пород дождевых червей. Ну и, соответственно, да, действительно, дождевые черви могут влиять на структуру и химический состав почвы. Дождевые черви являются длинными бескелетными животными размерами от нескольких сантиметров до нескольких метров. Они обладают сильными мышцами и гибкостью, которые используются для движения и копания туннелей. Также черви удивляют своей способностью к регенерации. Они способны восстанавливать потерянные части своего тела, что делает их устойчивыми к травмам и позволяет выживать в тяжелых условиях. Эти животные – яркий пример того, как живые организмы, обитая в почве, преобразовывают ее химический состав. Заглатывая почву с едой, дождевые черви обогащают ее минеральными веществами. У них вот эта вот способность, когда происходит процесс переваривания, вот в этот, будем называть, пищевой комок, туда проникают ферменты. Они переваривают органические вещества, всасываются переваренные частички, а вот эти части ферментов, которые там преобразуются, они обладают вот этими вот способностью к тому, что почва обогащается минеральными веществами, которые как раз для растений и минеральные вещества очень благоприятны, как удобрение, будем говорить. А здесь именно то, что сами почвенные объекты способны преобразовывать среду. Ну и таких примеров, в принципе, много, что некоторые организмы, допустим, обитая в почве, изменяют ее химический состав. На этом бывает и основано то, что, допустим, так называемый у растений севооборот. То есть, когда у нас на одном месте меняют культурные растения, потому что они высасывают одни питательные вещества, вот потом обогащают другими, и наоборот, потом сажают одни, меняют их на другие. Вот там, где, например, горох выращивают, там после этого очень много азота в почве. Вот после этого там очень хорошо растет картошка и другие культурные растения. Черви – это уникальные животные, которые самостоятельно улучшают свою экосистему. Неоценим их вклад в формирование климатически-интеллектуальных почв посредством сокращения выброса парниковых газов. Фермеры всегда радуются при обнаружении этих обитателей, так как они являются вестниками плодородия. Кристина Нырова, Валерия Карташова, Тимур Ахметов. Универ Новости. На этом все. В студии был Максим Артынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!